В городской больнице прошла неделя популяризации подсчёта калорий. Мероприятие посвятили Международному дню борьбы с ожирением. Медики рассказали пациентам, как контролировать массу тела и дали советы по правильному питанию. С каждым годом количество людей, страдающих ожирением, увеличивается. В прошлом году с таким диагнозом было зарегистрировано более 150 муравленковцев. В этом уже 200. Люди, к сожалению, питаются неправильно. У многих из них выявляется гиподитомия, то есть это малоподвижный образ жизни. И как не пытаемся привлечь к правильному образу жизни, правильному питанию, повышению двигательной активности. Но, видимо, ввиду занятости или каких-то других особенностей, неактивно у нас привлекаются жители города. Ожирение повышает риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, гипертонии, сахарного диабета, болезни почек и печени. Чтобы избежать неприятностей, необходимо питаться правильно и подсчитывать количество потребляемых калорий. В среднем суточное потребление калорий для взрослого мужчины составляет 2500, для женщины – 2000 калорий. Но все зависит еще и от специфики работы человека. Если мужчина работает, у него физический труд, то потребление калорий может достигать до 3000 калорий. Если, допустим, женщина работает малоподвижный образ, кабинетная рабочая, то здесь потребление калорий может быть снижено. В составлении меню на пищеблоке городской больнице уделяется особое внимание, ведь необходимо учесть множество требований, а также наличие у пациентов различных заболеваний. Им назначается определенный стол в соответствии со стандартной системой диет. Назначается либо щадящий, либо общий стол, либо высококалорийная диета, либо низкокалорийный стол, либо с высоким содержанием белка, либо с низким содержанием белка. То есть все с учетом тех заболеваний, которые имеются у пациента. В основном блюда здесь готовят при щадящей тепловой обработке. Это варка, припускание, тушение и запекание. Аналогично еду готовят в школьных столовых. Чтобы приобщить детей к полезному употреблению пищи, в учреждениях проводятся недели здорового питания. Сегодня, например, у нас творожный день объявлен, чистая тарелка. Вы сами убедились, что детки все скушали. Для малышей мы приготовили блюдо – это сырники со смородиновым соусом. Для старших классов мы приготовили запеканку тоже со смородиновым соусом. Дети с удовольствием это все кушают. Дети кушают действительно с удовольствием. Доказательством служат чистые тарелки и слова благодарности поварам. Мать, пицца! Медики отмечают, если придерживаться элементарных правил правильного питания, то можно сократить риск развития многих заболеваний в разы. Чтобы быть здоровым, достаточно немного изменить свой образ жизни. Инна Борисова, Виталий Сидняев, Новости Муравленко.